Всем привет, всем здравствуйте! Прямой эфир по моему новому маникюру в стиле Дольче Габбана, который я делала специально для нового года под свой наряд, который я выбрала в этом году встречать черного цвета. Заранее отсняла все видосы, сегодня смонтировала, и сейчас у нас будет с вами прямой эфир в виде демонстрации экрана. Это очень удобно в инстаграм, жаль, что нельзя это загрузить на другие носители, поэтому сегодня этот эфир будет здесь в рамках аккаунта инстаграм. Обязательно пересмотрите потом записи, и все вопросы, какие есть, напишите в комментариях. Вот прям очень большая, огроменная просьба. Пишите комментарии, вопросы не в директ, а вот здесь под постом. Это поможет продвинуть потом прямой эфир, когда я его выложу. И сейчас у меня нет рядом никого из помощников, потому что сейчас праздники, никто не работает. И как только вы сейчас начнете спрашивать, а что сколько стоит, я, к сожалению, не отвечу. Просто какой-то кошмар, я ничего не запоминаю в последнее время, что сколько стоит. Итак, маникюр в стиле Дольче Габбана. В предпоследнем посте был такой запрос, почему постоянно показывать все на таких длиннющих ногтях, покажите для людей что-нибудь на маленькой длине. Обещаю исправиться, и через два дня я улетаю на Кипр обратно на два месяца, и думаю, что там в тишине спокойствия. Мне просто жалко спиливать вот эту руку. Может быть, я найду какую-нибудь жертву, кто будет у меня там ходить на маникюр раз в две недели, чтобы длина была маленькая. Итак, я себе сделала новые ногти в этот раз. Хотя, в принципе, у меня все хорошо отстояло. Единственное, я с такой длиной застряла там в одном месте и поломала один ноготь. Но если вот не брать такой экстренный случай, то, в принципе, я предыдущее наращивание хорошо относила, и не нужно было перенаращивать. Но мне хотелось перенарастить, чтобы, опять же, отснять мастер-класс. Почему такая длина? Опять же, отвечая на вопрос. Смотрите, я блогер ногтевой, да, я не работаю мастером много лет, я не обслуживаю клиента. У меня есть пара девочек, кому я делаю бесплатно. Но это в качестве бонуса. Они мне помогают, а я их таким образом благодарю. И это очень удобно. Но в качестве контента ввести социальные сети для мастера маникюра, которые, вот как я, обожаю такое все очень экстравагантное, и не совсем носибельное. И дизайн мне хочется показывать всегда на большой длине. Вот. Тем более, сегодня у нас бокс Dolce & Gabbana, который называется бокс Dolce. Там, внутри этого бокса, есть каталог электронный. И в этом каталоге электронов вы сможете найти, понятно, что дизайны выполнены не на такую длину. Там море вариантов на небольшую длину. Вот. Поэтому я же знаю, что там в боксе все это есть. Вы и так, когда купите, откроете этот каталог электронный и скачаете все варианты дизайна на среднюю длину. А мне хочется сделать то, чего нет в этом боксе. Поэтому я постоянно, видите, делаю такую огромную длину. Итак, чем я наращивала? Начинаем первое видео демонстрация. Так. Чем я наращивала? Так. Сейчас мы сразу звук отключим. Смотрите. Ногти я делала не в салоне. Ногти делала я, как всегда, на девятом этаже в мастерской, где работают технологи, где в основном такой, знаете, рабочий процесс. И там рабочая такая обстановка, не салонная. Поэтому все это делается быстро, на коленке. Поэтому, если какие-то там вопросы будут по поводу, а почему мастер без перчаток? Не до перчаток, девочки. Не до перчаток. Вот. Мы сняли предыдущие ногти. Кто помнит, они у меня были тоже большой длины. Я отходила с рождественским маникюром. Вариант рождественского маникюра есть в ленте. Обязательно посмотрите. Сделали предварительную подготовку натуральных ногтей. Сделали часть маникюра, потому что вторую часть маникюра, как правило, ее уже заканчивают после покрытия финиша, либо уже перед финишем. Нанесли праймер. Вот. И приступили к наращиванию. Какое у нас было выполнено наращивание в этот раз? Сейчас смотрим. Следующее видео. Я снова взяла арочный квадрат, типсы. И снова мне захотелось не убирать длину. Оставить максимально, вот как они есть. Понятно, что это не носибельный вариант. Клиенты у вас вряд ли такие ногти попросят. Хотя я от этого в полном восторге. Мне нравится ходить, когда у меня одна рука рабочая, правая, короткая. Мне очень удобно ею все делать. А это у меня как украшение. Картинка, которую я ношу вместо бижутерии. Вот. Поэтому оставили полную длину типс. Типсы нового поколения. Пластмасса исключительная, идеальная. Я полтора года выбирала завод-производитель, у кого будем производить типсы. Сейчас у нас в ассортименте есть два типа типс. Одни типсы, которые для полноценного моделирования. А второй тип типс, которые как готовые ногти идут, где не нужно моделировать. Вот сейчас вы видите типсы, которые крепятся на одну треть ногтевого ложа. Но не как мы это делали с вами раньше на клей. Делается это при помощи базы медиум либо макси. В данном случае мы используем базу медиум. Вот. Хорошо. Видно, что у меня база медиум. Она наносится тоненьким слоем после праймера. Единственное, заранее подготавливаете ширину ногтей, чтобы она подходила. Я, кстати, себе сама как-то делала. Вот на Кипре, когда жила одна, просить было некого. Я вот так вот сама себе. Дочку просила, она мне фонариком светила. Вот. Смотрите, после того, как фонариком подсветили, буквально 10-15 секунд, дальше досушиваете уже в лампе. Это вот очень важный момент. После фонарика сразу кладем в лампу. Потому что фонарик, он ни черта не сушит. Он только буквально схватывает поверхность. Юля, технолог, который мне делал эти ногти, она тоже не работающий мастер. С клиентами сейчас не работает. Она работает с компанией, тестирует продукты, снимает какой-то контент. Вот. И я у нее иногда делаю ногти. Она моделирующий мастер, который обожает наращивать классическим вариантом на формах, не на верхних, а именно на нижних. И она первое время была против этих типс и говорила, какой кошмар, какой же кошмар, что хуже быть не может, что нас закидает помидорами. Но несмотря на это, сейчас рынок заполонен типсами. Потому что типсы сейчас, они очень сильно изменились по качеству и по технологии наращивания. Мы выбрали такой завод, где пластмасса достаточно прочная, она не мягкая. Это позволяет делать очень тонкие ногти, но при этом они носятся очень хорошо. Если бы я, например, в обычное время, вот если бы наращивала без типс, наверное, толщину делала на миллиметр больше. А здесь можно сделать на миллиметр меньше. Где-то даже на стрессовой зоне можно сделать на два-три миллиметра меньше. И они абсолютно носибельные. И я сравнивала с типсами, скупала все типсы. Какие только типсы, я не оттестировала. Я считаю, что наши типсы, они соответствуют той цене, потому что цена у нас не дешевая. Вот. Но они идеальные. Потому что вот все, что я тестировала, в принципе, неплохо. Можно на Вайлберисе купить, на Озоне, но это все не то. Вот понимаете, это все равно все не то. Пластмасса, она другая. Здесь пластмасса идеальна, потому что я же очень долго мучилась с сомнениями. Вот кто за мной следит, я, наверное, в течение последних полутора лет вот этим баловалась. Это меня, знаете, кто подсадил? У нас есть амбассадор, который работает со звездами кино в Лондоне, Лига. Лига обслуживает Голливуд, но она живет не в Голливуде, но, получается, те звезды, которые участвуют в съемках Великобритании, на территории Великобритании, она им делает ногти. И, например, когда снимали «Миссия невыполнима последняя», она работала даже с Томом Крузом и с ведущей актрисой. Последняя миссия невыполнима. И она мне тогда подала идею, говорит, Катя, сейчас в Америке такие типсы, они такие, как раньше, какие-то изумительные, ногти так быстро делать. Я помню, она мне дала одну упаковку протестировать американских типс. И они были очень недешевые, они, ну, прям, вообще, мне еще с доставкой вышло какие-то дурных денег это стоило. И у меня это был, знаете, как такой триггер небольшой, потому что для меня типсы это тоже как ниже плинтуса. Какие типсы, блин, типсы делали 20 лет назад. Вот. Но потом, когда я посмотрела, как работают у нас бутики, Вера Мирошниченко, моя сестра, она открыла бутики в Санкт-Петербурге. Это у нее такой пилотный был вариант, потому что мы-то сами из Ростова-на-Дону и живем в Ростове. И нам очень сложно в крупных городах ориентироваться. И вот Питер нам показал, какую проблему. В Питере очень сложно найти моделирующих мастеров. Получается, сейчас тренд, он уже несколько лет есть на большую длину из-за тиктока. Все повально хотят большую длину. И не говорите мне, что у вас не просят. Просто вы сами, значит, мастер не такой, понимаете? Вот. Просят большую длину, приходят в салон, а нет моделирующих мастеров, и найти их очень сложно. Если ты даже находишь моделирующего мастера, она, например, когда-то давно моделировала, а сейчас у нее скорость настолько упала, потому что там последнее время не моделировала. Я поняла, что это палочка-выручалочка. На себе очень много тестировала и знаю разницу между дешевыми и дорогими типсами для моделирования. Еще раз напомню, у нас сейчас пока два типа. Один тип наращивания, это прям полноценное нужно наращивание сделать, это всего лишь подложка. А второй тип, это когда готовые ногти прям клеятся от кутикулы до свободного края и вообще не делается моделирование. Вот. Здесь я вот эти типсы за что люблю, потому что даже Юля, если мне делает наращивание, она все равно делает на нижних формах дольше, чем она мне делает на типсах. Это первый плюс. Сейчас давайте следующее видео поставлю. Сейчас второй плюс скажу. Значит, первый плюс то, что скорость. Даже у самых быстрых мастеров все равно скорость выше, когда они наращивают на вот этих типсах. Второй плюс очень большой. Смотрите, мало кто может сделать арочные ногти, и чтобы они были носибельные и тонкие. Приходится либо делать все равно хорошую толщину, чтобы клиент проходил 4 недели. Вот. Либо приходится делать тонкие, но тогда они не сильно носибельные, очень быстро лопаются по стресс-зоне. И плюс, представьте, если человек даже учился когда-то на моделирование, но она может делать салонный вариант. А арочные ногти, особенно на такую длину, ну блин, на это реально нужно нарабатывать навык большим количеством повторений. Постоянно делать такие ногти. Не у всех есть возможность. А здесь получается, моделирующему мастеру, даже если он давно закончил курс по моделированию, или, например, не было возможности часто тренироваться, это палочка-выручалочка для вас. Это идеальный, уже смоделированный, свободный край. Он тонкий, он красивый, арки обалденные, красивые. Это настолько эстетически тонко, что вот я каждый раз не устаю показывать свои ногти, вы видите, какие они у меня тонкие. Мы здесь для моделирования что использовали? Вот я всегда использую либо монофаз, либо любые наши скульптурные гели. Ну вот до этого я всегда работала с монофазом. В этот раз я Юлю попросила софтпинком. У нас много есть самовыравнивающих гелей, которые идеально подойдут для этой технологии. У нас вот недавно вышло, выходило много и с блестками. Короче, любые гели ЭМИ, которые средней вязкости, которые самовыравнивающие, они все подходят для этой технологии. Так, дальше. Это был второй плюс. Третий плюс какой? Все равно расход геля намного меньше. Вот смотрите, расход геля все равно намного меньше. Это вот такой третий основной плюс. Ну и время моделирования уже говорила. Короче, плюсов очень много. Так, дальше. Следующий этап. После того, как мы взяли софтпинг, софтнут, запилили. Так, сейчас я смотрю. А, у меня сейчас... Я поняла, это сейчас у меня повторно. Еще одно видео. Я просто, видите, для демонстрации экрана все это отсняла, смонтировала. А видосики можно только минутные. Ну вот, если посмотреть, как работает Юля, она, конечно, старается выкладывать все впритык, чтобы пилить как можно меньше. Поэтому она всегда использует гели Эми средней вязкости. У нас есть густые гели. Он, в принципе, один гель желе. Больше гели желе у нас не представлено в линейке, потому что мы сами, как мастера, с Верой Мирошниченко не очень их любим. Вот, поэтому лучше использовать средней вязкости. Вот вы сейчас посмотрели, как Юля моделирует. Она выкладывает все впритык, чтобы все впритык было. Вот. Так, тут что-то я болтаю, болтаю, болтаю. А, здесь Юля, короче, сидит, переживает, что она сейчас сделает тонкие красивые ногти. Все это запилит, смоделирует. А Катя Мирошниченко потом наваляет килограмм дизайна, и вся архитектура испортится. Она так переживала. Она каждый раз переживает. Катя говорит, я делаю, делаю, делаю. Говорит, а ты потом все мне портишь. Всю архитектуру. Ну, такое есть у меня. Такое у меня за мной есть. Ну, ладно, я здесь, видите, немножко буду повторяться. Сейчас пока буду болтать. Вот смотрите, она пилит. Видно, что она положила все впритык. Посмотрите, какие тонкие ногти. И гель лежит вот прям тютелька в тютельку. Конечно, на такую длину, как у меня, огромный расход идет геля. Вот мы в этот раз взяли Soft Pink, Soft Nut. Ну, вообще, Soft Pink, Soft Nut – это, наверное, самые наши популярные гели. Сейчас очень популярные гели, которые выходили у нас. Вот белый гель, потом Milk у нас тоже очень популярный. Я пробовала, размеров не хватает широких. Нет, которые на одну треть клеятся, там нормально. Там достаточно широкие. А вот те, которые готовые ногти, да, там, возможно, не на все ногти хватит ширины. Вот, но мы с заводом-производителем разговаривали. Сейчас пока мы этот вопрос не можем решить, чтобы увеличили ширину размеров. Вот, поэтому пока так. Вот, но все равно я считаю, что это выход из положения, потому что это подойдет все равно для большего количества людей, чем вообще не подойдет. Это, понимаете, это не панацея. Это не значит, что это подойдет абсолютно всем клиентам. Ну, например, вот эта технология, арочный квадрат, это, в принципе, садится на все ногти. Идеально для грызунов, для микронехи, у кого вот ногти, ну, просто под мясо. Там ни верхней формы нормально ты не сделаешь, ни нижней формы нормально не сделаешь, потому что постоянно будут идти трещины по стресс-зоне. А вот такой вариант, мы даже в мою молодость, там, 22 года назад, на грызуны у нас всегда шли типсы. Но там был недостаток, потому что шел клей. Сейчас в технологии, кто пропустил, здесь в технологии клей не используется. Все, дальше я делаю покрытие. Это роскошный черный цвет из бокса Dolce. Он просто роскошный. Я сейчас вот уговариваю маркетинг, давайте оставим его в линейке ассортиментной, потому что черный цвет, ну, просто необыкновенный. Бокс Dolce у нас в продаже уже полтора месяца. Я его еще продолжаю продавать, потому что он такой достаточно яркий, вышел. А тут осень и зима, и многие, конечно, как бы страхуются, не понимают, как можно такие яркие ногти делать летом, зимой. Я за то, что маникюр, он сейчас у нас без сезона. Нет границ четких, сезонных, они сейчас стерты. Они стерты как в одежде, в аксессуарах, так и в маникюре. Тем более, вот, например, черный маникюр. Да, он у меня такой, вот вы сейчас увидите, какой я дизайн сделала. Может быть, не совсем в контексте зимы, но имеет место быть осенью. Потому что, например, стиль Dolce & Gabbana, этот бокс, посвященный именно этой компании, он и зимой, и летом всегда в одной интерпретации у них. У них всегда одна и та же интерпретация. Смотрите, слайдер топ гель. Здесь я буду наносить всегда овалом номер 6. Почему? Ногти очень длинные, арочный квадрат, и хочется вот эту форму не испортить толщиной лишней. Поэтому, когда вы знаете, что очень много будет декораций, много слайдеров, шермиконов, топ-слайдер, наносите кисточкой овал. Получается очень тонко, очень аккуратно, и у вас не портится архитектура. Почему у мастера, делающего вам ногти, у самой нет маникюра? Девочки, ну вот я так и знала. А мне еще Юля говорит, Кать, давай я перчатки одену. Я говорю, Юля, не одевай, будет больше вопросов. Вот поймите, если бы она, конечно, работала в салоне, конечно, бы она одела перчатки. И вы бы не заметили, что у нее там нет маникюра. Вы что думаете, мастер себе сидит, делает каждый день маникюр? Ну нет, конечно. У нее руки постоянно сохнут от всех жидкостей. Бич, мастер маникюра, это то, что нам приходится постоянно вот эту сукость от антисептика, от перчаток, от тальков, перчатки, постоянно вот с этим бороться. Вот, поэтому она как раз только сняла ногти, она тестировала что-то месяц. Там у нее ногти в хлам перепиленные, и там сейчас ей сказали снять, и месяц вообще ничего не делать на ногтях до следующих тестирований. Это технолог, понимаете, ногти, которые мне делал, это технолог, это не работающий мастер. У нее руки, ногти в хламе, потому что нужно постоянно что-то на себя наносить, чуть ли там не сутки через двое. Вот, за овал поняли. Смотрите, хотите, чтобы не было лишней толщины, вот рекомендую во время дизайна, особенно Amy Design, да, такой дизайн-конструктор, наносить при помощи кисточки овал. Дальше при помощи штампика для стемпинга я буду наносить все декорации из этого бокса. В боксе дольше, в отличие от Габриэль, рекомендую оба бокса, оба бокса шикарные. Вот для бокса Габриэль декорации очень быстро закончились, сейчас компания их допечатала, но правда продала сразу же за несколько суток. Для бокса Габриэль я учла все недостатки, которые были в предыдущем Габриэль. И здесь декорации, во-первых, 10 штук намного больше, и плюс большая часть декораций рассчитана на то, чтобы обслужить большее количество людей. Но я точно так же обязательно сделаю, когда в ассортименте закончится бокс, а это ограниченная партия тираж, я обязательно потом поштучно еще выпущу декорации. Какие именно, я не решила. Вот, можете мне в комментариях обязательно написать, какие декорации из бокса Дольче стоит повторить в последующем тираже именно декорации. Вот, в Габриэль мы повторили три декорации именно с элементами стекла, все украшения, три варианта мы повторили. Здесь, скорее всего, будем повторять больше декораций, и от вас очень жду в комментариях, прям вот, чтобы вы мне написали, что конкретно нужно будет допечатать. Прям большая просьба. Смотрите, слайдеры, после того, как ножничками, щипчиками убрали все лишнее, обязательно пилочкой все нужно подпилить, чтобы ничего нигде там вот снизу не торчало, потому что потом финиш вот так вот пленкой снимается. Возле кутикулы я вообще беру щипчики для маникюра и там убираю. Палочкой маникюрной прям глубоко все это сажаю. Вот, обязательно ультрабонд. Ультрабонд обрабатываем очень нежно, потому что слайдер кружева очень тонкий. Когда у вас слайдер кружева закончится, чтобы повторить этот дизайн, есть стемпинг. В стемпинге у нас есть много кружева. Вот, поэтому не переживайте, что вот этот кружево, конечно, хватит не на много клиентов, я согласна. Ну, например, дальше цветы. Вы видите, что я специально сделала намного больше слайдеров, но если брать отдельно взятый слайдер, там количество повторений этих цветов такое, что вы обслуживаете большое количество клиентов. Вот, дальше мы переходим ко второму слою дизайна. И смотрите, здесь очень важный момент, очень важный. Смотрите, второй слой дизайна. У нас идут цветочки. И мы точно так же нанесли уже топ-слайдер. Видите? И тогда спокойно ультрабонд, топ-слайдер и следующий слой цветов. Нельзя слайдер на слайдер сразу крепить. К сожалению, так нельзя. Вот, но так как я работаю овальной кисточкой шестеркой, да, вот видите, я сейчас опять повторно наношу топ-слайдер. Видите, это уже второй слой топ-слайдер. А, третий слой топ-слайдера пошел. И ногти при этом не потеряли архитектуру. Опять же, почему? Потому что все три слоя топ-слайдера я нанесла овальной кисточкой, тоненько, аккуратненько. Все правильно, Маркова Нейл Стайл пишет сапожник без сапог. Это так. И как бы нам не хотелось, ну, невозможно постоянно быть с хорошей кутикулой. Если еще с ногтями ты там можешь ходить, но постоянно обрабатывать, делать себе маникюр тяжело. Особенно, когда постоянно перчатки и тальк в перчатках. Так, дальше, следующий этап. Получается, третий слой топ-слайдера мы с вами нанесли. И теперь пошли уже украшения. Вы видите, у нас сначала слой кружева, потом слой цветов, а теперь слой украшений. Ой, слушайте, мне кажется, я сейчас, подождите, пропустила одно видео. Сейчас. Блин, я что-то не сохранила. Так. Видно, что уже средний палец сделан, и я его как будто не показала. Ладно, сейчас посмотрим. Слова обязательно добавляю. Там слов не так уж много в этом боксе, но они есть. Смотрите, у нас есть же очень много разных шермиконов, которые вы сможете добавить из каких-то других ваших дополнительных декораций. Да, отдельно цветы будут в продаже, но пока когда будут и какие именно цветы будут, не знаю. Катя, подскажите, как купить бокс Дольче. Бокс Дольче и бокс Габриэль есть в продаже на emyshop.ru. Кто из других стран в продаже есть на emyschool.com? Заходите на emyschool.com, выбираете свою страну, и там уже в своей стране смотрите. Так, у меня здесь прям целый видос пропущен. Возможно, я просто их сохранила невнимательно. Надо было, конечно, проверить себя. Нет, все-таки я пропустила целый этап. Ну ладно, жалко, конечно. Ну, видно, вот первый слой цветов сделали, ультрабондом обработали, и обязательно пилочкой подпилили аккуратно, чтобы вот все по торцам и по бокам, по боковым сторонам ничего лишнего не было. Топ-слайдер наносим отдельной кистью, овал номер 6 снова. Получается тоненько, аккуратненько. Также у дистрибьюторов боксы есть в наличии, но там нужно спрашивать, вот, потому что не все дистрибьюторы закупают боксы. Есть дистрибьюторы, кто не закупил, есть кто закупил, но у них, например, уже закончилось. Вот, поэтому нужно все спрашивать. Ой, видите, какие красивые украшения. Я обожаю боксы, потому что я там могу сделать, вот, знаете, как вот, ну, на максимуме все. Я называю такой маникюр и такие дизайны, это от кутюр дизайны, да. Это, ну, как, кто-то скажет, блин, да кто с таким будет каждый день ходить? Да есть такие и клиенты, кто такую одежду носит, вот, как я, кто любит много украшений, бижутерии. Я так хожу каждый день, понимаете, таких, как я, много. Я люблю вот такой экстравагантный маникюр, я люблю экстравагантно одеваться. И не по случаю, а каждый день, понимаете. И в нашей стране, с нашим менталитеном, и в странах СНГ таких девочек и женщин их очень много. Так, ну, ладно. Следующее видео, следующее видео. Динь-динь-динь. Большой пальчик у меня тут остался. Сейчас мы закончим с указателем. Видите, все боксы это дизайны-конструкторы. Они работают как трансформеры. Это как конструктор лего. Вот вы берете книжечку, там идет электронный каталог. Открываете этот электронный каталог и чисто поэтапно, как в каталоге показано, двигаетесь по инструкции. И украшения, слайдеры, они все разбиты на мелкие детали. Вы их просто начинаете собирать, нанизывать как на ниточку украшения. И, например, из мелких серий украшений получается гирлянда красивая. Вот. Бокс, он выглядит вот так. Это косметичка. Там 4 гель-лака. Вот сегодня мы работали черным гель-лаком. Там 10 декораций. 5 плоских декораций и 5 декораций стекло. Видите, вот такие роскошные, шикарные украшения. Выглядят реально как стразы. Сейчас я дальше покажу. Выглядят действительно как стразы. И не поверите, носятся тоже как стразы. Носится вот очень... Качество ношения, мне даже кажется, вот эти стразы на этих слайдерах, они стоят лучше, чем если бы я сажала просто стразы. Вот там наклеечки идут для ложечек. Ложечки, смотрите, там не идут. Но наклеечки там есть. Там есть электронная версия каталога. Вот. Обязательно заходите, скачивайте все картинки. Разрешаем все выкладывать в ваши социальные сети. Будем только рады, если будете использовать наши фотографии для рекламы, маникюра с Дольче. Вот видите, визитка там внутри, визитка, это как раз электронная версия. По QR-коду переходите. Электронная версия электронного каталога. И там очень много вариантов, типс и маникюра. Алла пишет. Мои клиенты носят все, что я ношу на ногтях. Хотя бы элементы моих дизайнов. А я люблю все и сразу. Все правильно, Алла. Я точно так же обслуживала много лет клиентов. Мои клиенты делали то, что делала я. Поэтому, если я люблю делать дизайн, потому что я же художник с высшим образованием. И для меня всегда было большим стрессом, если ко мне клиент приходит и говорит, мне французский маникюр или просто однотонное покрытие. Смотрите, я сейчас сделаю дизайн на большой пальчик. Это, в принципе, у нас уже финал. И у меня всегда было так. Я с французским маникюром, с однотонным покрытием клиентов не беру. Я не обслуживаю таких клиентов. В моем прескуранте нет такого маникюра. Есть целый зал, вот здесь соседний, где сидит 30 мастеров маникюра, которые делают идеальный французский маникюр и идеальное покрытие однотонное. А ко мне только с дизайном. Я еще на тот момент делала акриловую лепку, я лепила какое-то невообразимое количество цветов. Это всегда были длинные ногти у клиентов. Почему? А потому что я сама всегда ходила с огромной длиной. Смотрите, вот эта длина, которую сейчас вы видите, у меня раньше ногти были еще длиннее. Это мне сейчас все мучают вопросом. Господи, как вы с этим ходите? Я говорю, элементарно хожу, просто идеально. Вот, поэтому я просто привыкла. У меня настолько выработан навык хождения с такой длиной, потому что у меня четверо детей. Всех четверых детей, памперсы, я меняла именно с такой длиной. Единственное, что когда первый раз шла рожать, глупая была, мне заставили ногти снять. Когда шла рожать уже второго, я отказалась снимать ногти. Я сказала, и так увидите, что я подыхаю. Они же знаете, как срежьте, чтобы мы видели, что посинела ногтевая пластина или не посинела. Я говорю, вам мой маникюр никак не помешает. И я потом с маникюром еще приходила рожать. Они ничего не могли мне сказать. И я врача сразу предупреждала, что я ногти снимать не буду. Буду рожать с ногтями. Но, понимаете, это мастер маникюра. И я считаю, что мастер маникюра, он, пусть не все время, но периодически нужно наращивать ногти и делать что-то невообразимое. Если вы хотите работать не скучно, понимаете, вот если вы хотите работать не скучно, то вам нужно делать на руках то, что вы хотите делать клиентам. А если ходить с натуральными ногтями или с однотонным покрытием и мечтать о чем-то интересненьком, что бы сегодня интересненькое сделать? Клиенты не будут ничего просить интересненького. Клиенты, они глазами считывают. Вот. На этом наш эфир подошел к концу. Обязательно пересмотрите эфир повторно потом. Бокс Дольче есть в продаже. Цена 3 990. Это очень хорошая цена. Это выгодная покупка, если взять точки зрения, разложить 10 декораций и 4 гель-лака. Там также идет электронный каталог с вариантами дизайна. По QR-коду вы переходите. Там есть наклеечки и офигенские цвета гель-лака. Я обожаю все цвета из этого бокса. Обязательно перейдите на мою страницу и посмотрите все маникюры, которые я делала с этим боксом за последние два месяца. Так, если есть вопросы, могу сейчас еще ответить на вопросы, на некоторые. Единственное, что не отвечу на вопросы, если по цене что-то будете меня спрашивать, я плаваю в ценах. Вот. Ну, цена бокса, помню, 3 990. Еще раз напомню, наращивание у нас было при помощи типс, которые клеятся на одну треть ногтевой пластины. Вот они, эти типсы. Пластмасса просто исключительная, идеальная, волшебная, потому что ногти получаются тонкие, при этом носибельные. Расход геля такой минимальный. Единственное, должны понимать, что когда клиент придет к вам на коррекцию, зона типса уже сросла, и крепость уже не та. И когда уже крепость не та, то геля нужно, конечно, уже намного больше накладывать, чтобы соблюсти вот эту жесткость дополнительную. Потому что сейчас крепость при первичном наращивании дает типс. Видите, раньше такого не было. Раньше типсы это было плохо. Типа, с типсами ногти не такие крепкие. То вот сейчас я уже по истечении года понимаю, что вот с этой пластмассой на свободном крае ногти, наоборот, крепче получается, чем без нее. Цена, сейчас не помню, типс, но тоже есть на Эми Шоп. Вот. Вот вам, пожалуйста, за эфир. Эфир я сейчас обязательно выложу. Кать, я уже выше писала ответ, не услышала в Будапеште, где можно купить гель-лаки и боксы. Так. Там работает дистрибьютор на территории, там все хорошо. Забиваете свою страну на сайте amyschool.com. Румыния, правильно же? Забиваете Румынию, и там выпадает сайт самого дистрибьютора. И делаете там заказ. Если вдруг что-то не так, пишите мне, что там, может, кто-то не отвечает, или вы не можете найти их интернет-магазин. Потому что центральный офис, он находится в Праге, именно Прага окружает в ту же Румынию. Мы всегда ответим. В директе сидят мои менеджеры. Сейчас с понедельника они начнут нормально отвечать. Сейчас, возможно, не очень хорошо отвечать, потому что в России праздники. А чешский сайт, он хорошо работает. Они уже со 2 января работают. Так, ну, вопросов дождаться очень сложно. Конечно, здесь сейчас в эфирах, потому что... Так, здравствуйте, я пропустила. Это верхние формы были? Нет. Вы сейчас видите, что это были не верхние формы. Бокс – это супер-решение. Я обожаю гель-лаки брать боксом. Я тоже считаю, что это просто гениальная моя идея. Эта идея началась еще 2 года назад, когда мы выпустили маленькие боксы. Сейчас эти боксы стали более масштабные. Сейчас я в каждой боксе закладываю такую, знаете, идею от кутюр. Если первые боксы, они были через тематику футуризма, такого спортивного футуризма, где-то космизм, то в этот раз у нас такой, знаете, от кутюр. Это Dolce & Gabbana, это Chanel. Следующий бокс у нас будет Александр Маквин. Мой самый любимый дизайнер. Там будет вообще просто пушка дизайны. Причем эскизы я отрисовала еще год назад, только сейчас их начали отрисовывать. Будапешт, это Венгрия, а не Чехия. Нет, я подумала, что Будапешт, это Румыния. Сорян, я перепутала точно. Так, насчет Венгрии не знаю. Скорее всего, в Венгрии нет дистрибьютора, и вам отправлять будут из Чехии. Я вам говорила про Чехию, про то, что это головной офис, и само производство европейское, оно находится не в России, а именно в Чехии, в Шибрами. Это пригород Чехии, а сам офис находится в центре Праги. Вот, и там, где нет дистрибьютора, вы автоматически будете попадать на чешский сайт, и товар будет идти из Чехии. Ну, из Чехии в Венгрию это быстро придет, все. В общем, amyschool.com, девочки. Так, хотите, я вам покажу сейчас свои ноготульчики? Смотрите, вот я с ними уже отходила сколько. Так, сейчас. Надо фильтр отключить. Ого, без фильтра. Ну, прям вот отлично все стоит. Смотрите, большой ноготь вообще длиннющий. И, ну, вот, ну, даже микротрещин нет. Даже нет микротрещин. Вот здесь по вростам все идеально. При такой огромной длине. Арочки, смотрите, какие красивые арочки. Очень красивые арочки. Ну, пусть не 50%, но мы редко делаем клиентам 50%. Ну, 45% тут есть. Да, на типсах наращивали по новой технологии. Смотрите, это другая технология. Это не то, что делали 20 лет назад. Это вообще другое. Вот просто совершенно другое. Это небо и земля. Я очень хочу коллекцию Memories. В Греции нет на сайте. Напишите в директ. Напишите в директ, девочки. Так. Такое может быть. Смотрите, ассортимент чуть-чуть отличается от европейского офиса у России. И у России отличается от Чехии. Смотрите, это два разных предприятия. Здесь предприятие находится в Ростовской области. Головной офис находится в Ростове-на-Дону, не в Москве. Европу обслуживает офис и производство, которое находится в Праге. Страна Чехия. И есть вещи, которые, например, в России получается произвести, в Праге не получается произвести. Есть что-то, например, у Праги получилось сделать, а у России не получилось. И у нас есть небольшие расхождения, конечно. Типсы пахнут пластикой, когда их фрезой пилишь. Ну, я бы не сказала, чтобы, знаете, прям какой-то такой вот прям запах ярко выраженный. Ничего такого особенного. Пилятся они, кстати, хорошо. Не как вот раньше типсы пилились. Мне кажется, чуть-чуть по-другому. Вот пластмасса совершенно другая. Катя, здравствуйте. Какой гель-лак может заменить 220-й? Его не будет больше. Так, вот у меня сейчас нет каталога под руками. Я не могу сказать, потому что я уже говорила, сейчас в России сбой небольшой. Вы знаете, почему, да? Почему он у нас сбоит. И некоторых гель-лаков долго не было. И вот сейчас в 23-м году мы потихонечку часть цветов выпустим. Сейчас просто была дырка прям большая, провал, потому что резко не стало нескольких поставщиков, где мы там цветные пасты, какие-то пигменты берем и не можем цвет, например, долго повторить. Вот, поэтому 220-й сейчас не могу сказать, что это за номер. Это мне надо вот прям взять каталог, посмотреть, что там за остатки. Вот, поэтому дырка, она могла быть. У нас есть цвета, которых, например, 8 месяцев не было, а, например, в 23-м году они выйдут. Или, например, не было год этого цвета. Ну, не год, вот как вот с февраля. Некоторых цветов нет с февраля. Но это не значит, что их не будет. Они будут, но их выпустят вот в начале года, что-то выйдет весной. Вот, поэтому те же файбербазы. Файбербаз их же не было, я не знаю, 9 месяцев их не было. Вот, но файбербазы все вернулись, все хорошо. И прозрачная база уже, по-моему, сейчас либо уже поступила, там партиями небольшими у нас получилось производить, сейчас вроде большая партия будет. Вот, поэтому файбербазы, кто долго ждал, это самый наш, ну, просто локомотивный продукт. Больше всего страдали мастера, кто сидели на файбербазах плотно. Что, вот я же говорила, что файбербазы будут, ну, просто нужно потерпеть. Поэтому вот файбербазы уже некоторые оттенки, в том числе и прозрачные, они сейчас какие-то уже вернулись, уже есть в продаже, а вот прозрачные либо уже есть, либо вот-вот появятся. Вот. Так, ну что, что? Ну, я думаю, что все, девочки. У меня еще остался один эфир, это «Ногти» Веры Мершниченко. Это, конечно, отдельная песня была, у Веры был шок. Она говорит, Катя, сделай на свое усмотрение. Я говорю, Вера, точно на мое усмотрение? Она там, ну вот как ты хочешь? Я говорю, я хочу с боксом Шанель. Я давно с ним не работала, вернее, с боксом Габриэль, посвященный Габриэль Шанель. Вот. И обязательно сделаю сейчас вот в ближайшие дни, может быть, уже на Кипр прилечу и там сделаю. Тоже смонтирую прямой эфир и выложу мастер-класс с дизайном Веры. Там, единственное, мы не показывали коррекцию, мы там только уже готовый дизайн показывали с Габриэль. И со стемпингом на такую длину. Я пока сделала стемпинг на такую длину, потому что на пластинах нет такого паттерна такой длины. Там приходится в два раза все это отпечатывать. Посмотрите, это, конечно, жесть. Тяжело было. Но я, в принципе, очень быстро, кстати, я все это наляпала. Я говорю, опыт не пропьешь. Горький шоколад с золотым шиммером. Так, сейчас что-то припоминаю. Блин, ну сейчас сложно в эфире. Это, понимаете, нужно открывать компьютер, заходить в программу продуктологов и смотреть, что стоит на выводе, что остается в ассортименте, а что получилось произвести вновь или получится вот с весны. Сейчас много оттенков с весны произведем. Там вроде пасты придут нужные, пигменты придут нужные. А я возвращаюсь на Кипр. 7 числа я уже уезжаю из России и еду два месяца работать на Кипр. Пожелайте мне удачи. Не хочется мне, конечно, уезжать. Нет, мне хочется, брешу. На самом деле, мне хочется. Это летом у меня депресняк был, я не могла там никак ужиться, мне было тяжело. Сейчас я уже привыкла, я в этом что-то есть. Прикольно работать на удаленке. Вообще мне очень нравится. Я столько эфиров хороших веду. Вот я сейчас в офисе работала, пять недель была в России. Мне кажется, я так мало эфиров провела, потому что прям цейтнот был работой, я постоянно что-то делала, какие-то вопросы решала. И в итоге времени на эфиры не было. Сейчас буду работать в декабрьской коллекции, потому что у нас тут, короче, шутка месяца. Катя Мирошниченко выпустила в составе новогодней коллекции два гель-лака, которые магнитные, но сама об этом не знала. Не, ну правда, как... Я же когда мешаю, у меня, ну как куча пигментов, вот это же там вагон, этих баночек, пакетиков, все это лежит. Там же не написано, что он магнитный, понимаете? Ну и я взяла красивое серебро, говорю. Девочки, как красиво, говорю. Два красивых гель-лака сделают. Говорю, нужно вставить новогоднюю коллекцию. В итоге...